Погнали, Люда! Можно, когда поздороваюсь, будем крутить дальше. Пум! Здравствуйте, друзья! Вертикальные новости в ваших телефонах. До Нового года осталось 17 дней, а я по-прежнему Алексей Форсиков. Это вертикальные новости. Смотрим новости. Новость номер один. У этого чувака в Ставрополе уже новогоднее настроение. Мы за него рады. Готовятся к Новому году не только трамваи в Пятигорске, но и рядовые водители. Все ведь на самом деле просто. Машина и гирлянда. Новогоднее настроение готово. А теперь, внимание, светящиеся деревья. Да, оно еще и светится. И вот так вот выглядит. И похоже, это вот в краевом центре навсегда. Потому как основания у этих изделий смотрятся просто как капитальные конструкции. Самый зеленый город стал рекордсменом по количеству лампочек на кубометр пространства. В Ставрополе зубастый атлет Павел Приходько побил свое же достижение и протащил за собой аж три машины на зубной тяге. Зубами. Три машины. Атлет просто великолепный. Акцию он провел для привлечения к вниманию к сбору средств на лечение Савелия Бойко. Малыш страдает от спинальной мышечной атрофии. В вертикальной новости присоединяются аккаунты на экранах. Что там с ценами на лекарства? Растут? Судя по этому рекламному человечку, прям сильно растут. Комсомольский пруд покрылся льдом. Но не стоит на лед выходить. Лед еще тонкий, и это правда опасно. Не рискуйте. А фоткать можно и с берега. Что и требовалось доказать. Награда нашла героя. Героя, который заехал на тротуар в центре Ставрополя. Его оштрафовали на 1000 рублей. Владельцем этой вот белой полоски оказался 19-летний житель села Надежда. Об этом сообщили в Краевом ГИБДД. А вот если бы у каждого была маленькая своя такая вот карманная кошечка, вот как эта, то мир стал бы точно добрее. Это ежедневная милота. На сегодня все. Увидимся уже завтра, во вторник. Это вертикальные новости. Алексей Форсиков. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok